МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьницу Катю посетили загадочные проповедники. Два года она провела в неволе. Они меня угрожали, заставляли уступать в тельные отношения. Сашу заставляли есть землю на кладбище. Так им сказал духовный наставник. Саша говорил, если мокрая земля, то я делал комочек и быстренько глотал целиком. Это Олег Захаренков из Москвы. Его маленький сын несколько месяцев жил в секте. Олег утверждает, что куда его привела мама? Било по-всякому. Шлаконом духов, по спине, пятилетним рыбем. Это нормальный вариант. Певец Александр Панайотов стал жертвой секты. Что сделали со звездой шоу-бизнеса черные проповедники? Сегодня я вам расскажу, как сектанты чуть не поломали мою карьеру. Эти люди используют страхи, сомнения, комплексы и любопытство вашего ребенка. Они подавляют и разрушают его сознание. Дети для секты это просто материал, из которого лепят рабов. Я поклоняюсь тому, кому хочу и делаю то, что хочу. Где проповедники ищут своих жертв? Как узнать об опасном увлечении вашего ребенка? Чем завлекают детей? Как ломают их психику? Что происходит на тайных собраниях адептов? Как воспитывают детей в сектах? И можно ли их спасти из сетей проповедников? Славьте людей, славьте птицы, славьте звери, Иисусу смолозь на земле. У вас добрый и послушный ребенок. Хорошо учится, много читает и не курит. Он не связан с плохой компанией, вежлив, спокоен, часто говорит о Боге и помощи близким. Не торопитесь утверждать, что ваш ребенок в безопасности. Отец маленького Алешки утверждает, вместо детского сада мама отвела сына в секту. Агитировали, я думаю, когда была беременна. Мне кажется, или в женской консультации где-то она, если она говорит, попала, когда ребенок был животел. Олег Захаренков пытался вырвать сына из рук жены. Но что он мог сделать? Она залезала в угол дивана, к потолку, глаза вот такие. Сатана из Идис! Я стою, у меня, понимаете, просто крыша едет. Ребенок бросался на отца, кричал, царапался и плакал. Она, говорит, гладила по головке, что-то говорила его. Все, ребенок просто. Папа, ты надо мной издеваешься? Папа, отпусти меня. Как у него это понеслось все? Через несколько минут Алешка как будто просыпался. Я, Алеша, успокойся. Он, оп, так присел на кровать, слезы были, так спустился, присел на кровать. Папа, пойдем мне сыграть. Жена ушла и забрала сына. Олег не видел его несколько месяцев. А когда увидел, не сразу узнал. Что же сделали с ним проповедники? Как заманить в секту подростка? Вот дискотека для жителей соседних домов. Здесь раздают листовки и приглашают на встречу. Просто поговорить о жизни. Секты начали охоту за школьниками. Мы сделаем детей счастливыми, говорит наставник по имени Руслан. Но сейчас мы хотим больше поднять работу с молодежью. Для малышей специальная программа. Детские песни, веселые клоуны и сколько хочешь конфет. Здесь есть у нас специальные детские служители, детский пастор Александра. И у нее есть определенная команда по работе с детьми. Вы видите радостные детские лица. Малыши весело бегают и прыгают, водят хоровод и танцуют. Они счастливы. Но что ждет их в будущем? А били кого в основном? Мальчиков били. Ну, как и малолеток. Вот вообще там по 10 лет. Как издеваются над детьми проповедники? Можно ли еще спасти малышей? Мы решили проникнуть в эту секту. Многим подросткам интересна магия, необычные знания, тайные секретные собрания. Этим пользуются охотники за детскими душами и детскими телами. Да, я использовала кровь детей. Это было пару капель крови с их совершенно добровольного согласия. Диана называет себя мастером. Она проводит сатанинские обряды. Ей нужны дети и их свежая кровь. Недавно Диану уже задерживали сотрудники милиции. Но сегодня она продолжает свои черные мясы. Ритуальные ножи с кровью, кубки, черные карты, зловещие надписи. У нее дома всегда много детей, беспризорников. Их руки исполосованы бритвой. Она нам дает клей за это. Диана использовала своих малолетних учеников и в личных целях. Ну, все занимались там в Ване цехом. Я в Ване занимался. Галина Вакулина из Иркутска увидела у дочери странные книги и диски. Что за чертовщина? Библия вампира, клуб сатанистов. Там был, грубо говоря, фалоск, его превозношение. Девочка замкнулась, стала плохо учиться. Все время где-то пропадала. Она стала агрессивная. У нее начались проблемы психологии. Галина стала следить за дочерью. Вот здесь собираются сатанисты. А это их особый знак, черная метка. Дескать, мы следим за вами. Она поднимает рукав, и у нее все ручки изрезаны были бритвой. Я говорю, это что? Она говорит, мне плохо. Галина отвела девочку к психологу. На реабилитацию шел целый месяц. Но и сегодня девочка еще не пришла в себя. Она почти ничего не говорит. Что дороже для матери? Законы нового божества или жизнь собственного ребенка? Отказываются по медицинским и по религиозным убеждениям от переливания крови. Джамиля Савельева из Краснодарского края попала в секту еще в 91-м году. Несколько месяцев назад она родила сына. Новорожденному потребовалась операция. Возникла необходимость в переливании препаратов крови. Родители ребенка, люди верующие, глубоко верующие. И они категорически возражали против того, чтобы мы использовали эти препараты. Джамиля не давала согласия на переливание крови сыну. Еще ни один больной никогда не умер от того, что ему не сделали переливание крови. Люди умирают по другим причинам, а это примитивное объяснение врачей. Как поступить врачу? На его глазах умирает ребенок. Мы несем ответственность за этого ребенка. И я был вынужден, как заведующее отделением, поставить в известность об этом свое руководство и обратиться в прокуратуру. Прокуратура передала дело в суд. Ведь мать, по своим убеждениям, отказывается спасать ребенка. Только после этого врачи приступили к операции. Суд обязал наше лечебное учреждение оказать ребенку всю, весь тот объем помощи с использованием всех необходимых препаратов, в частности, препаратов крови. Джамиля с сыном идет в поликлинику. Ребенку предстоит новое обследование. Возможно, еще раз потребуется переливание крови. Но теперь Джамиля так просто сына не отдаст. Эту женщину зовут Юлия. Она из Москвы. Восемь лет она в секте. От нее ушел муж. Бабушка и дедушка пытаются отнять внуков. Нужно спасти малышей от проповедников. Но поздно. Воля детей уже сломлена. Юлия подписала добровольный отказ от переливания крови. Что ждет ребенка, если потребуется срочная операция? Маленькому Леше на собрании все объяснили. Мы тоже считаем, что переливание крови вредно. Леша не общается со сверстниками. После школы он идет к взрослым друзьям из секты. По словам бабушки, ребенка морят голодом. Раньше, если она не давала еду, то дети так оставались голодными. Сейчас они что делают? Хватают, мы представляем им наш холодильник, они хватают куски из холодильника и бегут в туалете, там едят. А когда были маленькие, они если прятали, они прятали и под кровать, и под кресло. Я стала их воспитывать с любовью. То есть раньше я даже не знала, что такое любовь. Проповедники арендуют огромные кинотеатры и концертные залы. Они не скупятся на рекламу. Все окупится. Это очень выгодный бизнес. Эти кадры сняты в Красноярске. В зале в основном пенсионеры и дети. Сначала просмотр религиозного фильма. Потом начинаются проповеди. Оно приходило в мою жизнь. Оно приходило в мой дом. Музыка, истеричные выкрики и бессвязное обормотание. Первыми массовому гипнозу поддаются дети. Ой, вы кто? Левит порядка, нельзя снимать. Основная ставка на детей. Им легче всего промыть мозги. А вот и лидер. На верность адепты крестятся ему лично. Я ставлю тебя над народами, чтобы разрушать и сокрушать старый порядок. И утверждать новый порядок в этих землях. Охотники за душами заманивают детей и молодежь по всему бывшему союзу. Их подвергают гипнозу. И делают из них послушных кукол. За верное служение адептам предлагают любые удовольствия. Когда ты читаешь под помазанием самую эротическую книгу священного писания «Песни песней», Камасутра отдыхает. Олег Захаренков ищет ребенка, которого забрала жена. Надо спасти сына. Но где искать проповедников? И как освободить маленького Алешку? Мы приходим, я друзей тоже пригласил. А их там человек 50. Их логика понятна и ребенку. Скоро конец света. А спасутся только проповедники. Те, кто входит в секту. Дети, которым запрещено абсолютно все. Нельзя петь народные песни. Это дети, которым нельзя праздновать никаких праздников. Все дни рождения запрещены категорически. Взрослые наставники превращают детей в зомби. По первой команде ребенок должен напасть на окружающих. С неба спустят армию, ему в руки дадут автомат, и он должен будет убить всех своих одноклассников. Олег Захаренков утверждает, сектанты издевались над его сыном. Этот разговор он снял на скрытую камеру. Не били тебя? Били, били. Кто бил? Мама. Я бил. По словам отца, Алешку даже кормили не всегда. Так они полностью подчинили себе волю ребенка. Алешка залез на стол и двумя руками просто это мясо вот так пихал в рот. В этой квартире мальчик 7 месяцев жил с мамой. Здесь были собрания проповедников. Ну вот он, вот с мамой живет, вот он. Только через суд Олег смог забрать ребенка. Но что стало с остальными детьми в секте? Мы решили найти жену Олега. Учитель из Липецка. Ольга Золотарева привела на историческую выставку весь свой 10 класс. Через 20 минут школьники стали падать в обморок. Три дня у меня просто не переставая болела голова. Ни вода, ну, ни вода святая, ни таблетки, ничего не помогало. Новое божество. Отказ от родителей самоубийства в черных одеждах. Экскурсоводы буквально зомбируют подростков. Ко мне подбегает Кристина и начинает кричать Ксюше, пожалуйста, не смотрев в глаза. Когда они уже вышли, это на них вообще лица такие тупые, стеклянные. Как зомби ходили. Это кадры оперативной съемки. Проповедников по одному ведут к автобусу. Я вышла оттуда и сразу заплакала, потому что я не могла уже терпеть, я не знаю, что со мной. То есть, говорится, хотя не хотела плакать, но они как бы сами по себе даже лились без причины слезы. Наставник секты нервно ходит из угла в угол. В руках у него флакон с какой-то жидкостью. Что в нем? А деколон или яд? А вот кадры, снятые адептами секты 10 лет назад. Тот же самый человек заводит толпу. Слава Богу! Обратите внимание, в зале много детей. Даже взрослые поддаются психологической обработке. А что станет с малышами? В кого они превратятся через несколько лет? Суд признал проповедников виновными в оскорблении религиозных чувств граждан. Они заплатили штраф 800 рублей. Возможно, адепты проводят новые экскурсии уже в другом городе. Что происходит за закрытыми дверями в секте? Где собираются адепты? Как туда пробраться? Мы нашли тех, кто сумел убежать. 15-летнюю Катю два года держали в заперти. Рабочий день с половины шестого утра кормили отбросами. Били, издевались. С всякими половыми актами лезли. Ее подругу Риту посадили на иглу. Чтобы была покорной. Почему? Бордель. Ужасный. Катя убежала из секты и написала заявление в милицию. Я находилась в реабилитационном центре, где меня заставляли работать. И где я была из насилованной Лени, водителем пастора Константина. Кто руководит этой организацией? Его все называют пастором. Мы нашли бывшую жену этого человека. Ее зовут Светлана. Я постоянно жила в животном страхе. От брака у женщины остались двое детей. Младший до сих пор боится отца. Папа приходил домой вечером. Он просто мог произвольно обмочиться. У него гастрит был постоянный на нервной почве. Самозванный пастор присмотрел себе юную подругу из послушных ему учениц. А жена с детьми оказались на улице. Я сидела, просто лила слезы. Я говорю, господи, не понимаю этого. Как выглядит этот человек, которым пугают детей? И что происходит за стенами молельного дома? Мы заходим внутрь. Много охраны, но нас пропускают. Вот он, паста. А как действуют иностранные секты в России? Алексей из Москвы был верным последователем японской аумсинрикё. Они собирались вот здесь, за железной дверью научного института. При входе сразу нужно было заполнить анкету. Человек, попадая сюда, практически мгновенно попадался на удочку. Секта продавала духовные книги и собирала взносы. Примерно 20 человек здесь жили постоянно. К чему их готовили? Такие некие кельи, в которых монашествующие обитали. Оттуда непрестанно раздавались молитвы, сутры. А вот ещё одна международная организация. Это город Екатеринбург. Здесь работает частная школа. Парты, учебники, на первый взгляд, всё как везде. Только двери в класс железные. И ещё на стенах и шкафах странные наклейки. Призыв детям раздавать листовки. Что это за странная агитация? Родители иногда берут нас листовки раздавать, для того, чтобы мы облегчить им даже иногда оплату детскую. Мария Фоминых хорошо знает эту школу. Это просто секта для детей, вот и всё. Подготовительная ступень к существованию в секте для взрослых. Марина сама была в этой организации и знакома с методами воспитания в такой школе. Эти дети превратятся в маленьких роботов, у которых не будет собственного мнения. По её словам, после обучения ребёнок становится покорным. Он готов выполнить любой приказ наставника. У него нет больше собственного «я». Это отдать его в пожизненное рабство. Вот. В рабство одной из самых омерзительных сект. Этого человека ученики зовут Богомудр Алтай Каган Шри Аватар Муни. Или просто учитель. В оперативных разработках он проходил под кличкой Рулан. Вот так он выглядел несколько лет назад. Я очень дома. СМЕХ Каждый, кто приходил в его секту, отдавал всё имущество и отрекался от близких. Понятно. Вот как работают последователи. Они заманивали в свою секту школьников. Эти кадры снимали сами проповедники в Воронеже. Новичкам показывают, как надо попрошайничать на улице. Пытают их голодом. Потом наливают на сто из трав. Шаманский чай. Подростки. Теряют разум. Из них делают бойцов. Тем, кто в сознании, надевают на голову вёдра и бьют палкой. Непокорных заставляют приседать до потери сознания. А девушки обслуживают самого учителя. Они счастливы. Зачем секты охотятся на юных музыкантов? Певец Александр Панайотов стал жертвой загадочного проповедника. Музыкант, поддавшийся на влияние сектанта, он может повлечь с собой огромное количество людей. Неизвестный называет себя избранным. И от имени Александра уже два года вербует доверчивых девушек в свою секту. Ряд моих поклонниц при встрече стали называть мне какие-то шифры, какие-то слова непонятные. Число фанаток тает на глазах. Они уходят к проповеднику. Что же теперь делать? Как противостоять коварным замыслам врага? Он информирует обо всех моих шагах. Где бы я ни был, он всё знает. Я не знаю, кто это. Я уехал отдыхать тайно от всех, недавно только прилетел, и он знал и об этом. Бабушка Саши Тимченко судилась с собственной дочерью и зятем. Она вырвала ребёнка из секты, в которой служили родители. Мальчик голодал, не ходил в школу. За малейшие шалости и заощрённое наказание. Папа его избил, вернее, как? Он заставил его самого бить себя прутом. Раньше Саша питался хлебом и водой, иногда картошкой. А по воскресеньям, как установили органы опеки, родители заставляли есть землю на кладбище. Скатывается шарик земли с этого могилы, и нужно этот шарик проглотить, как бы святая земля. Теперь Саша живёт у бабушки. Еды навалом. Ох и вкусные у бабушки чебуреки с мясом. Почему-то у меня в душе теплица такая надежда, что всё между нами будет хорошо. И что она всё-таки поймёт, что сын у неё на первом месте. Хотя она говорит, что на первом месте у неё Бог. Родители Саши хотят вернуть его себе. В секте нужна свежая кровь. Они приобрели гроб, чтобы привыкать к жизни после смерти. Ложаться в гроб и говорят, вот это хорошо, вот это наш дом вечный. Эти кадры сняты в здании, которое принадлежит религиозной организации. Только что закончилась молитва. Люди расходятся. А вот тот самый пастор, которого мы ищем. Мы посещаем больных, заботимся о детских домах. Есть благодарные люди, которые открывают и свои сердца, и свои кошельки. Охрана не даёт нам снимать. В это время пастор рассуждает о семейных ценностях. На первом месте в вероучении есть семья. Святые, супружеские взаимоотношения, чтобы были дети. Зато своей бывшей жене он читал другие проповеди. Он меня прошипел. Мне дети не нужны, меня на тебя добить. Всё. Больше он говорить не хочет. Нас выталкивают на улицу. Здесь стоит дорогой автомобиль учителя секты. Вместо номерных знаков спереди и сзади написано просто и скромно. Она пастор. А зачем ещё что-то уточнять? Наталья Захаренкова уже несколько лет в секте. Что в этом плохого? Я не вижу ничего в этом плохого. Она мечтает вернуть себе сына Алёшку. Когда ребёнка бьют, и при чём бьёт, и ты учишь свою дочь... Вы можете вырезать это место. Потому что он сейчас... Подождите. А теперь обратите внимание, как разговаривает Наталья на её жесты, на её мимику. Это очень похоже на проповедь. Я могу любого человека поддержать, чтобы он почувствовал поддержку, то есть плюс. Проходит несколько минут. Пойти 45 минут, послушать речь, подготовиться к какой-то определённой теме и обсудить её. Все братья и сёстры этой секты – проповедники. Они обязаны вербовать новых сторонников. Если бы вы истину узнали, да, вот, что, как люди живут. Уже агитация начинается. Я думаю, что вы сами бы тоже подумали. Листовочку достань. Как бороться с такими наставниками? Можно ли оградить от них детей? Наташа, ты больная, тебе лечиться надо. Тебе, говорю, плачет дурдом. Ничего, говорит, наши там лежали. Их рано выпускают за хорошее поведение. Дети легко попадают под влияние секты. Духовные учителя заставляют их работать круглые сутки за тарелку каши. Когда подростки становятся совершеннолетними, они безропотно отдают свои квартиры. А многие наставники любят развлечься со своими учениками или заставляют их заниматься проституцией. Ваш ребёнок здоров и счастлив. У него есть всё необходимое. Он приносит пятёрки из школы, хорошо себя ведёт. Его хвалят учителя. Но вы уверены, что ваш ребёнок не стал жертвой проповедников? Есть несколько способов, как это определить. Психологи называют несколько основных признаков зависимости от секты. Дети становятся как будто чужие. Они не пускают в свой мир взрослых. Такие люди могут выглядеть как зомби, потому что они уже не могут отличить реальность от вымысла. Обратите на это внимание. Самый опасный возраст от 11 до 15 лет. Ребёнок замыкается в себе. Ему безразлична семья. Он начинает резко худеть и отказывается от еды. Он мало и плохо спит, не смотрит кино и телевизор, не читает книг. У ребёнка появляются новые друзья, с которыми он проводит всё время. То есть они уходят из дома и пропадают куда-то на несколько суток. При этом очень сложно добиться от них членораздельного ответа, где же они были в течение этого времени. И самое главное, ребёнок не интересуется тем, что раньше его увлекало. Обычно в секту попадают люди, страдающие от одиночества или от неуверенности в себе, потому что они ищут любви и заботы. Как уберечь школьника от секты? Надо интересоваться его жизнью, с кем дружит, где гуляет, что за люди преподают в его школе. Обратите внимание, не повторяет ли ребёнок в разговоре слова из религиозных проповедей. В семьи попадают гувернанты, которые заведомо уже сектанты. Соответственно, на ребёнка рано или поздно будет оказано это воздействие. Неокрепшая психика, переходный возраст и стремление к новому – всё это помогает чёрным проповедникам заманить вашего ребёнка. И помните, секта никогда не остановится на полпути. Сначала она разрывает душу ребёнка, а потом и его тело. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ